У Гомеля напомнику героичным братам Лизюковым изник бронзовый элемент. Докладно невядомо, як гэта могло здарыцца, але одна з найбольш макчымых версій – вандализм. Металличная выява за усім невеликого померу, напэлно мало хто зауважуя ей отсутнасть. Тым не менш, ёс ты, у кого здарыня по-соправному знаешло, вот гук у души. Яны хочысь нагадать, як важна беракчы память об падях Великой Чыной Войны. Подробязнасти у наступным сюжете. Так зараз выглядая постамент помніка. Тут знаходзілася выява ордена Червонай Зоркі, якую отырмаў Яуген Лизюкову. Па ўсіх знешніх прыметах бронзовый элемент быцам скалупнули. Для когості ўсяго толькі маленькая зорачка, а тля некага – вялікая страта. Іван Афанасіў, загадшык кафедры русской ісусветной літературы ГДУ имя Франциска Скарыны. Для ўнучатага племенника братаў Лизюковых, помнік легендарным франтовікам, месцава ўсіх сэнцэх асаблівая. А крамя таго Іван Микалаевич – адзін з ініціатораў яго ўзвядзэння. Выявіў прапажу зоркі пачас шарговага візіту до помніка, каб ўскласці кветкі. Маўчаць аптым, што здарылыся, не змог. В душе была і абіда, і вазмущення, і недоумення. В общем, было очень больно. За этим маленьким бронзовым знаком красной звізды встаёт, как мне представляецца, очень большая і серьёзная проблема. Мушыны не застаўся адзін ў сваім жадані адновіць справедлівасць. Яго абурэнне патрымаў теліграм-канал «Зачапіла» і апублікаваў пост. Гамельшані ўпэўняны. Зняважливое ставлення до памяти народа не може стать нормой. Нормальний човек, я считаю, такого не сделает. Это либо неадекватно какой-то, либо, не знаю. В первую очередь на его совести, мне кажется. Если такое люди уже делают, то не знаю, что от них ожидать ещё. Надо просто, чтобы милиция охраняла, смотрела. Тут же они ходят по ставкам. Это ж, наверное, не днём это сделали. Это не то, что придёш там, там, наверное, поработать надо было. Люди безсовесные, которые не понимают, что прожили люди, за что получили эти награды и как это было. Зараз абставины инцидэнту высветляюць права хоўны органы. Неабыяковые гамельчані спадзяюцца, што до 7 листападу пытанне будзі знята. Миколай Скинціян, Валера Гапанько, Телерадоя Кампанія Гомель.